Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья. Решила посетить сегодня садовый центр Долина Рос. Это город Махачкала. Давно я не была в магазинах цветочных, не делала обзор. Интересно, что привезли к праздникам грядущим. Сходу вижу много вот таких белых мультифлор. Цена 670 рублей. Ну, довольно-таки неплохо для начала. Вдалеке вижу и много высоких стандартов. Вот одна такая. Это, по-моему, Санта Рос. Цена такая же, как и белые мультифлоры. Она одна. Здесь много-много каланхои. Но мы проходим мимо. И вижу уже такие крупняшки. Ну, и цена уже 1600 рублей. Это красотка Претти Романс. Рядом несколько вот таких пестреньких. Вижу вдалеке Экзотик Пунш. Но я потом обойду стол, и мы посмотрим орхидеи с другой стороны. Не буду их вытаскивать. Вот еще один повернутый задом Экзотик Пунш. А здесь уже розовые мультифлоры. Цена уже 1200 рублей. Ну, на кассе сказали, скидки будут, ну, смотря у кого, какая дисконтная карта. Ну, то есть цена будет на кассе уже поменьше. Очень много привезли диких котов. Но это явно подготовка к праздникам, к 8 марта. И кто вот отмечает День влюбленных. Цена 2800. Вот там даже есть и 2, и 3 цветоноса. Вот встречаются иногда вот такие экземпляры, в которых более светлые сипали. И на сипалях есть защипы, как у бабочек. Но красотой эти защипы, я считаю, вот нижним лепесткам нисколько не придали. Да, и сходу их и не рассмотреть. Но все равно вот сходят, люди ищут именно вот такие дикие коты с защипами на сипале. Так, что у нас тут? Нарбона. И удивительно, у Нарбоны цветок мелкий, как у мультифлор. На одном уровне стоят вот с остальными мультифлорами. Так, опять коты, коты. Вот обычный дикий кот. Такой пестрый, выглядит намного наряднее. А, потом смотрите, какая красотка. Ну, ее, оказывается, уже забронировали, но она пока стоит. Но ее уже купить нельзя. Около 2000 стоит. И сказали, что бабочек было штук 10. Вот это последнее. Немножко отличались они рисунком. Ну, действительно, она такая красивая. Посмотрите, как губа идет в тон вот этим рючистым петалем. Вот здесь вот бабочка вот конкретно показана вот в той красоте, которую мы любим. Вот защипы сделали такую предаль ажурность петали. Выглядит, конечно, очень нарядно. Так что спрос на бабочек не прошел. 1964. Но если у кого есть скидка, и того меньше. Ну, для такой красотки, я считаю, вот на нынешнее время цена не очень дорого. Есть вот такая мультифлоп. Нет, это даже уже миничка. Это очень мелкая орхидейка. Совсем маленьком горшочке. Вот их, посмотрите, сколько целая клумбочка. Много белых. Вот одна такая в полосочку. Много-много розовых. Очень приятный розовый цвет у этих мини-орхидей. Мне даже захотелось вытащить и рассмотреть что-то такое, знаете, весеннее-весеннее. И цена 572 рубля. Очень мило выглядят вот эти миниатюрные орхидеи. В последнее время я очень так на них заглядываюсь. Они мне очень нравятся. Сама нежность. Такой милый презент. Ну и вот эта желтая, конечно, выделяется в полосочку. Но ее, наверное, скоро заберут. Есть и корешки. Ну, за мини, говорят, труднее ухаживать. Ну, в принципе, особой разницы нет. Но если они заболевают, конечно, они погибают в разы быстрее. Там как бы вредителю на один зубок там этих корешков и листьев. Вот еще нашла среди этих мини. Одну вот такую темненькую. Тоже очень популярные вот такие орхидеи темные. Возможно, их было и несколько, но вот одну заметила. Поставлю ее вперед, чтобы ее быстрее купили. В хорошем таком она качестве. Опять котики-котики, бордовые животики. Очень много котов. Нарядная орхидея и, наверное, долго будет популярной. Причем есть такие экземпляры вон вдалеке. То даже и не сразу поймешь, что это дикий кот. Настолько вот эти крапушки с фоном сливаются. А, он увидел еще одну орхидею, которой, типа, легенда ее называю. Или там еще какой-то Ever Spring Prince. Хотя я вот у поставщиков вижу, что вот эти два названия идут вот рядом. В скобочках все равно пишут легенда. Оранжевая губа. Интересная орхидея. У меня на подобии есть две такие. Правда, не с такой яркой оранжевой губой, но похожие. Состояние более-менее нормально. Видать, это совсем свежий завоз, но хотя я и не попала в первый день. Вон, по-моему, это желтые коровки. Вот, смотрите. Тоже орхидея дикий кот, но вот бордового так много. Почти сливаются вот эти крапушки. То есть, есть и более светлые. На светлом фоне крапушки более так редко расположены. А на некоторых так густо, что почти сливаются. Очень нарядная орхидейка. Две тысячи рублей стоит. Ну, красивая. Ничем не хуже дикого кота. Сейчас обойдем столы и взглянем, какие орхидеи с этой стороны расположены. Стрелиция. Когда-то, как я хотела вырастить и семян, ну, почти вырастила. Ну, конечно, до взрослого состояния не довела. Ну, растения нравятся. Вот именно стрелиция. Так, что здесь? Ну, вот здесь вот много вот этих. Как-то они, yellow, rim, что ли, подписаны. Ну, как я знаю, это желтые коровки. Это похоже на андорру. Немножко примятые лепестки. Не такие, вон, нарядные. Но, вон, есть и получше экземпляр. Кто будет выбирать, доставайте с глубины. Вот такая есть, однотонная. Не буду ее вытаскивать. Здесь уже есть цены по 900 рублей. И с учетом скидки будет еще дешевле. Вот, посмотрите, какая милота. Тоже где-то 900 рублей. Очень нежная. Нравятся мне такие орхидеи. Конечно, конкурентам, наверное, здесь дикому коту нет. Ну, может, только вот бабочка была. А вот с этой стороны еще вот такая рассветка у мини-орхидеи. Тоже очень нежная. Ну, в основном, конечно, много белых. Так, здесь голден леопард. Такая пестрая. Венозники, конечно, обязательно бывают. Белых тоже бывает много. Для белых цены, конечно, 1800 кусаются. Представляю, какие цены будут к 8 марта. Вот, красивая такая полосатая орхидея. А вот здесь Юпитер. Мне очень нравится эта орхидея. Очень она яркая. Посмотрите, как загнуты цветоносы. Наверное, упирались в целлофан или в коробки. Есть один вот такой беглипчик веселенький. Листья довольно-таки крупные. Если убрать целлофан, то много места надо. Вот еще вижу в глубине красотку. Попытаюсь вам ее снять поближе. Да, очень красивая, эффектная. Прям просится на подарок. И еще много этих бутончиков. Посмотрите, какой экземпляр Юпитера. Как красиво расположены цветочки. И сколько еще бутонов. Здесь, по-моему, два цветоноса. Очень красивый экземпляр. Здесь тоже мультифлоры. Мультифлоры. Такие розовые. Но уже начали подвидать. Или уже приехали немножко примятые. Ну, мультифлор, если лепесточки нежные у цветочков, то, конечно, им труднее в дороге. А вот эта, милота, мне очень понравилась. Такой веснущатый малыш. И недорогой. Посмотрите. Мне даже показалось, он слегка ароматит. Очень милый. Мне даже захотелось его купить. Потом, нет, подумала, у меня Джулия есть. Вот такая же веснущая, считай. Ну, пускай форма от лепестков другая. Ну, просто нету места. Я решила лучше ухаживать за теми акедеми, что есть. Это, по-моему, мультифлорка. Кренберри чача. 980 рублей. Такой очень разветвленный цветонос. Пышный. А вот он тоже. Выглядывает экзотик пунш. Но еще покажу вам его. Опять здесь претти романс. Тоже много бутонов. Очень крупные цветки у претти романс. Вот он, красавчик экзотик пунш. Такая оригинальная расцветка. Мне кажется, я купила осенью ценку. Все-таки думаю, что это будет этот сорт. Не люблю пестрые, но вот почему-то этот сорт мне понравился. Так, что еще? Вот, еще тоже очень красивая такая бордовая орхидея. 1600 рублей. Ну, крупный экземпляр. Да, цены, конечно, подскочили. И мы уже начинаем привыкать к этому. Меня радует, что за прошедшие годы я накупила сток орхидей. И вот новинка, наверное, будет, ну, которая, ну, очень должна мне понравиться. Так что, если будет только орхидея погибать, на ее место, буду присматривать новые. Что там есть? Вон, по-моему, опять. Вот эта мультифлорка. Кэмбери чача. Вот тоже интересная мультифлорка. Сейчас вытащу такая контрастная полосатая губа. Розовую полоску лепестки и такая вот оранжевая полосочку губа. Цветок, хоть цветок не крупный, но мультифлоры берут количеством цветов. Ну, а здесь у выхода весна. Мускари цветут, и вот этот цветок меня заинтересовал. Я такой никогда не видела. Что-то луковичное, интересное. Мне даже захотелось прочитать, как называется. Решила вытащить горшок. Так, 300 рублей. Ну, здесь тоже, посмотрите, сколько посажено. И вот такое название. Такой цветок я не видела, не слышала. Ну, на ирис похоже немножко. Ну, что-то мелкое. Ну, а там уже гиацинты и пиаструмы. И мои любимые цитрусовые. Когда-нибудь дождусь я урожая на балконе, не знаю. Но пока два экземпляра подрастают. Один лимон, а один цитрон. А здесь еще и ананас растет. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok